Привет всем! Вы смотрите новый эксклюзивный материал от G.O.B. Channel с выставки PowerProShow. На стенде бренда USN мне удалось пообщаться с Райаном Терри, звездой категории Mansfittic из Британии и четвертым атлетом на Олимпии 2015 года. Три года назад он только получил прокарту на Arnold Classic Европа, а сегодня Райан – один из основных претендентов на места в ТОП-3 на турнире в Лас-Вегасе. Райан, начнем с того, что я увидел твой пост в Инстаграм накануне поездки в Россию, что ты, мол, как следует подготовился к морозам. Да, точно. Опасения оправдались? На самом деле я думал, что погода будет холоднее, потому что некоторые русские фанаты успели напугать меня, что в декабре в Москве будет минус 20, не меньше. А в результате только минус 1-2 градуса, то есть примерно такая же температура, как и в Великобритании. Так что обошлось без температурного шока, и все отлично. К слову о фанатах. У тебя действительно много поклонников России, потому хочу, чтобы ты немного рассказал о себе. Ты приехал к нам из Великобритании, так вот поделись вкратце, где родился, где живешь, ну, о жизни в целом. Да, без проблем. Я живу, скорее, в северной части Англии, в Шеффилде. Это около двух часов до Лондона. Фитнесом я стал заниматься еще, когда мне было 14 лет. Я был просто одержим тренировками в зале и бодибилдингом. Мне нравилось наблюдать за проатлетами. Но в зал я пришел, скорее, даже, чтобы чувствовать себя увереннее. В те годы я был достаточно робким, и мне хотелось выработать уверенность в себе, в том числе за счет накачки мышцы рельефного пресса. И да, со временем я стал чувствовать себя свободнее и задумался о соревнованиях. А на уровень профи вышел в 2013 году. Мы сегодня говорили уже о твоей генетике, что у тебя даже не шесть, а все восемь кубиков пресса. И это как раз заслуга твоей потрясающей генетики мышц корпуса. Но действительно ли дело только в природной предрасположенности? Или у тебя есть свои секреты тренинга пресса? Не отнять. Мы рождаемся с определенной генетикой, и именно она определяет, какими мы станем в результате тренировок. Но и потрудиться мне пришлось тоже немало, особенно в последние годы. Когда мне было 14, я равнялся на Роба Ричардса и Джеймса Эллиса, обладателей просто феноменального пресса. И тогда меня хватило желания добиться такого же результата. Что касается методов тренинга, то я стараюсь изолированно нагружать каждый отдел мышц корпуса, прорабатывать прямую и косые мышцы, верхнюю и нижнюю зоны пресса. В общем, я предельно сконцентрировался на достижении 3D-эффекта в этой области. Впрочем, как и в других мышечных группах тела. Их можно увеличить и придать им форму. Просто потребуется время и знание, как именно добиться желаемого. В итоге ты показал впечатляющий прогресс, четвертое место на последней Олимпии. А вот какие бы мышечные группы ты отнес к отстающим, а какие к доминирующим? Хорошо, начну тогда с плюсов, да, с сильных сторон. Это моя спина и мышцы корпуса, что очень ценится в категории Мэнс Физик. Судьи обращают внимание на проработку пресса, и, к счастью, я уделял ему достаточно внимания. Ну и поработал над шириной спины, над объемом широчайших мышц. Это что касается сильных сторон. Слабые. Думаю, что нужно прибавить в обхвате рук, чтобы они тоже смотрелись объемными и проработанными, как у Боэн Диа и Постона. На следующей Олимпии я планирую быть более наполненным и улучшить мышцы голени. Икроножные у меня отстают, есть такое дело. При этом я заставляю их расти, тренирую дважды в неделю, и, знаешь, понемногу они все же прогрессируют, но к своим сильным сторонам я их пока не отнесу. Но это дело времени, да? Да, именно. Знаешь, Райан, бытует мнение, что для того, чтобы стать мистером Олимпия или, по крайней мере, укрепиться в топ-3, нужно стабильно проживать в Соединенных Штатах. Но на данный момент ты по-прежнему живешь в Англии. Какие планы на этот счет? Что касается планов, то я не хочу жить в сожалениях о том, чего не сделал. Хотелось бы верить в то, что титул можно взять и не проживая в США. Но нельзя отрицать и то, что мистер Олимпия и многие другие крупные про-турниры проходят именно в Штатах, а значит мне все равно придется летать через океан. Так что для меня есть, конечно, смысл жить в США. И если я пойму, что победа на Олимпии предполагает постоянное проживание в стране и ее проведение, то да, думаю, что я сменю место жительства. А пока что я изучу вопрос получения долгосрочной визы и прочие преимущества для победы на главном турнире. А что скажешь насчет новой категории, классик физик? Поскольку вот я смотрю на тебя и понимаю, что ты невероятно хорош как мэнс физик. Но что насчет нового ответвления? Тебя посещали мысли, не попробовать ли выступить в этой категории? Скажу честно, я думаю о переходе в классик физик, но, как по мне, я еще недостаточно массивен для этой категории. Если посмотреть на таблицу соотношения роста и веса, то мне нужно прибавить как минимум 2-3 килограмма, чтобы совершить этот переход. И даже тогда конкуренты наверняка будут массивнее меня. Единственное, что меня привлекает в этой категории, это классическое позирование, за счет которого, мне кажется, можно намного ярче показать свое тело, в том числе и ноги, ведь... А ты любишь тренировать ноги, да? Именно, люблю. Они у меня не огромные, но мне хотелось бы показывать и их в том числе, чтобы продемонстрировать эстетику тела в целом. А вот в мэнс физик такой возможности нет, хотя было бы здорово доказать, что физики ноги качают, еще и как. Там весь акцент на генетике верха тела, да? Да, но при этом я уверен, что проработанные ноги должны быть элементом эстетичного тела атлета мэнс физик. В конце концов, мы ведь говорим о человеке в целом, а не о его частях. Так что в будущем я бы хотел попробовать себя в классик физик, но на данный момент остаюсь в своей категории, потому что с нынешним весом еще не готов совершить переход. Райан, расскажи немного подробнее о твоих тренировках в целом и изменениях, которые ты готовишь к следующей Олимпии. На данный момент у меня период отдыха, восстановление после соревновательного сезона. Сейчас декабрь, скоро Рождество, так что я буду наслаждаться вкусной едой со всей своей семьей. В тренировках я пока следую классическому сплиту бодибилдеров. Шесть дней в неделю тренируюсь и один отдыхаю. Что касается изменений, то хотелось бы прибавить в отстающих мышечных группах, которые я уже называл ранее. Хочу спрогрессировать в руках и, скорее всего, буду тренировать их дважды в неделю с перерывом в 4-5 дней. Но я акцент на голени сделаю. Тяжело над ними поработаю. Хочу подстроить свой план питания и рацион по дням так, чтобы спровоцировать интенсивный рост икроножных. Потому что новый соревновательный сезон начнется для меня довольно скоро. Так как я европеец, мне стоит почаще появляться в Штатах, так что надеюсь выступить в 2016 году сразу на нескольких турнирах. Кстати, Райан, вот моя жена, ей очень нравится твой пресс. Когда она смотрит на мой пресс, то с сожалением отмечает, что мне до тебя как до луны, что хорошо бы прибавить в этом плане. Что ты посоветуешь мне и другим своим фанатам, чтобы как следует улучшиться именно в области пресса? Люди часто заблуждаются, считая, что для красивого пресса нужно качать его каждый день, и он будет становиться только лучше. Подумайте сами. Если вы хотите прибавить в мышечной группе и сформировать ее, вы разрушаете мышечные волокна и даете им время для восстановления. Обычно несколько дней. Я вот тренирую пресс дважды в неделю с перерывом в 4 дня. Первая тренировка у меня тяжелая. Я работаю с весами, чтобы добиться объемных кубиков пресса. А на второй работаю на большое число повторений. Стремлюсь добиться максимальной плотности мышц, жесткости и сечения мускулов. Так что старайтесь тренироваться разнообразно. Не стоит полагаться только на скручивания в надежде, что они помогут. То есть ты веришь в то, что есть специальные упражнения на глубину мышц пресса, да? Да, для меня это упражнение с дополнительным весом. Я люблю скручивания с отягощениями. Или в блоке, или в тренажерах. Потому что за счет веса давление на мышцы значительно возрастает. Лично я 3D эффекта в мышцах пресса добился именно так. Ну и конечно всем советую подъемы ног в весе. Многие спрашивают почему, но это отличное движение для корпуса в принципе. И оно тяжелое к тому же? Да, сложное. Но именно оно позволяет добиться V-образной фигуры, проработанных косых мышц, а также плотности пресса и в верхней, и в нижней зонах. Ну и в завершении буквально пару слов твоим фанатам из России и не только, которые не смогли приехать на эту выставку, но восхищаются тобой и всегда рады слышать тебя. Хочу сказать спасибо за поддержку. В Москве меня ждал очень теплый прием, и многие отметили, как много у меня фанатов в России. Так что я хочу поблагодарить всех вас, и надеюсь в 16-м году мои европейские и российские фанаты смогут гордиться моими результатами на американских про-турнирах. Слушай, Райан, а у тебя хорошо получается спасибо. А как насчет других слов из русского языка? Да буквально несколько успел выучить. До свидания. До свидания. Спасибо. С развитием. Как тебя зовут? И меня зовут Райан Терри. Меня зовут Райан Терри. Найс. Автор эпизода Андрей Луценко. Подписывайтесь на G.O.B. Channel и смотрите новые эксклюзивные видео о бодибилдинге и не только.